Сказки пушные И выставка обрела уже характер такой выставки, которая вполне понятна и взрослым, и детям. Принцип отбора связан, во-первых, с тем, чтобы хватить сюжеты всех пушкинских сказок, что наше собрание музея позволяет сделать в очень большой мере, потому что в нем хранится такое обширное количество и иллюстраций, и театрально-декорационного искусства, и прикладное. Поэтому выбор у нас очень большой. И второй момент отбора – это, конечно, показать, с одной стороны, все самое замечательное. И имена художников, таких как Билибин, Врубель, Гончарова, Митрохин, Маврина – это имена настолько известные и, можно сказать, высокого уровня, что это уже начинает в определенной степени обязывать к тому, чтобы все остальное тоже избиралось уже с пониманием вообще этого. В начале XX века произошла удивительная вещь. Вот этот расцвет поэзии Серебряного века, живописи, музыки и так далее привел и к расцвету книгоиздательского дела. И когда стали издавать книги, сказки Пушкина, то потребовалось не только предложить тексту читателю, но и предложить свое художественное видение. Вот тогда и стали работать те художники, это, прежде всего, художники объединения мира искусства, которые стали обращаться к традиции, с одной стороны, а с удовольствием ориентироваться на сегодняшнего читателя. И именно они создали вот эту культуру иллюстрации, где художественное изображение является не просто картинкой, привязанной к тексту, а где является самостоятельной и столь же свободной формой рассказа, только другим языком, языком другого искусства. И вот родилось это единство текста и образного представления. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда мы говорим о сказках Пушкина и любуемся тем, каким образом интерпретировали, и как, так сказать, реагировали на эти сказки великие художники Серебряного века, мы будем, стараемся не забывать о том, кто, собственно говоря, и послужил началом, откуда, собственно говоря, и пошли эти сказки, интерес к сказочному жанру и у Пушкина. Сюжеты сказок Пушкину как бы подарил народ в лице Арины Родионовны, но она была очень затейливой рассказчицей, она, у нее была буйная фантазия, поэтому, когда читаешь ее записи, то увидишь, как Пушкин не все брал подряд. Он не просто перекладывал в стихи то, что рассказывал Арина Родионовна, он замечательно работал сторонным источником. Поэтому есть очень много отступлений. И по этим сказкам, по этим записям мы видим, как гениальный поэт гениально воспринимал и гениально передавал фольклор. И вместе с тем на выставке удалось показать менее известных мастеров, но не менее примечательных. Мы даже не знаем его имени, Малыгин, просто художник. Если мы его работы вешаем рядом с «Золотым петушком» Натальей Сергеевной Гончаровой, и они нисколько не контрастируют, они совершенно естественно и гармонично рядом, то это уже о многом говорит. Это и колориты, и композиция, и фантазия, и мастерство. Затем вот из прикладного интересно очень было взять такого редкого, известного художника, как Клевер, и показать с одной стороны его эскизы к театральным куклам. То есть он делал эскизы к театральным произведениям. И мы взяли две сказки. Это сказка о царе Салтане, куклы уже готовые, и эскизы к сказке о рыбаке и рыбке. Мы хотели все сказочные сюжеты вовлечь в это пространство. И разными воспользовавшись жанрами искусства. То есть здесь и прикладное, и замечательная коллекция палехских вещей. Полишане истории специализировались на создании образов религиозных. Это была работа, которая выполнялась в основном для церкви, на соответствующие религиозные сюжеты. А когда после 1917 года в стране началась политика активной борьбы с религией, церковью и так далее, то у полишан как бы исчезла очень важная, огромная тема, которой они себя посвящали. И вот тогда в поисках новой темы они обратились к сказкам Пушкина. Это был взлет тех художников, которые работали в Палихе. Поэтому это особая статья. И мы покупаем эти работы, точнее сказать, может быть, покупали непосредственно у авторов, у тех, кто обратился к этой теме и создал свое направление в искусстве. Я считаю, что вот это тоже очень важная роль сказок Пушкина, которые помогли найти целое направление в творческой работе вот этой замечательной мастерской тех сел Палих и Холу и других, которые специализировались, если они специализируются на сказках. Ты всегда открываешь для себя что-то новое, и всегда испытываешь удовольствие, когда смотришь на эти знакомые вещи, иной раз они открываются каким-то неожиданным образом, а иной раз нет, просто ими любуешься. Поэтому эта выставка возникла еще как желание рассказать о том, что пушкинские сказки нужны нам сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok